Специалисты госавтоинспекции разрабатывают методические пособия, сценарии уроков и другие инструменты обучения младших и старших школьников. Они должны отвечать современным реалиям. Хорошо работавшие в советское время плакаты и буклеты нынешним детям уже малоинтересны. На помощь приходят интерактивные игры, квесты, мастер-классы, театрализованные представления и даже мультфильмы. Это особенно важно для учащихся начальных классов. Ребенок получает информацию именно в игровой форме и чаще всего запоминает. Просто доносить ему материал, тот, который содержится в правилах дорожного движения, не всегда будет интересно. Поэтому инспекторы выбирают ту форму, которая будет интересна. То есть в виде стихов, в виде рассказов, сказок демонстрируются дорожные знаки, световозвращающие элементы. Ребенок совместно с инспектором включается в игру. То есть идет запоминание, ему тогда становится интересно. И я надеюсь, что потом в последующем ребенок самостоятельно захочет еще раз вспомнить или напомнить себя правила дорожного движения. В ходе встречи инспектор ГИБДД Нина Проскурина рассказала учащимся о том, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте, а также о детских удерживающих устройствах для автотранспорта и необходимости их использования. Инспектор отметила, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги. Эта работа позволит снизить дорожно-транспортный травматизм. Ученики первого класса поделились с нами о том, что нового узнали на уроке безопасности. Про правила дорожного движения и какие знаки есть, для чего они нужны и как переходить правильно дорогу. Узнал много знаков, узнал, как надо ночью дорогу переходить, о пассажиров и водителе, и о некоторых правилах. Нам рассказали об этих правилах, я давно знала их, мне мама с папой рассказывали о них, и я узнала об некоторых еще нужных правилах, которые не знала. В общем, мне нравится пристегиваться, ездить в машине, переходить с мамой дорогу, мне все в общем нравится, и я знаю, что делать на дорожном движении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова